МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Появились методы, которые были недоступны. Сейчас, благодаря, скажем, развитию биологии и генетических исследований, мы знаем, что саки, скифы, да и гунны даже больше питались растительной пищей, чем мясной. Вот так вот. А то мы привыкли, что все это мясо, мясо. Сейчас мы больше мясоеда, чем были наши предки. Потому что основа это молочная пища и зерна, злаки. Растительные. И это вот даже можно сейчас поднять те же самые результаты археологических раскопок 50-60-х годов и опять поковырять между зубами в этого черепа. И узнать, что он кушал. И узнать, что он ел. То есть мы даже можем к результатам старых работ возвращаться. Вернуться. Вернуться, но с новыми методами. А если ты узнаешь, что он ел, у тебя уже картина хозяйственной социальной жизни. Да, уже поярче будет, поинтереснее. Поэтому мы уже очень, вот, Гвардзак Смогулович и Смогулов очень резко высказываться начал в последнее время по понятию кочевника. Не случайно, да? Не случайно, да. Потому что кочевник в кавычках. Мы уже понимаем, что в письменных источниках, когда он пишет, что кипчаки лето проводили на РТШ, а зиму на Сардаре и все время в поисках еды и травы передвигались по степи. Что это просто образ поэтический. Человека, для которого вообще передвигаться по степи, в передвижном каком-то жилище, это вообще вызов, то есть, да, и он, давай-ка я шокирую своих читателей в Багдаде. Эти тюрки, они все время как птицы перелетные двигаются по степи. Такой художественный образ. Ну, в определенной мере они же и писали для этого. Они поразить своих читателей писали. На РТШ летают там на Сардаре зимой. Зимой. Попробуй ты сам, Баранов, погоняй с такой скоростью по степи, да, весной. Вот и восхищаюсь. С какой скоростью ты баранов будешь гнать и на какие сутки ты без них останешься, например, да. Но надо этот яркий образ. А мы идем вслед за письменным источником и вынуждены их повторять. У нас образ кочевника складывается, он превращается в стереотип. И вот уже мы видим доблестных дотракейцев, которые там голыми на лошадях скачут постепенно. Все время передвигается там 100 тысяч садников, туда пошли 100 тысяч садников, сюда пошли, что эти лошади едят. Это нашего поэта, да, историка, хрониста, который это писал, не волновало. Тем более наших ученых, писателей-фантастов это не волнует, которые дотракейцев сочиняют. А любой, кто более или менее сталкивался, понимает, что в средние века армия в 5 тысяч, это уже орды бесчисленные нагрянули. Потому что больше 5 тысяч, 8 тысяч у Кенесары зафиксировано, это вообще небывалая. Это огромная армия, он действительно напряг все три жуза. Потому что 8 тысяч в одном месте собрать, это настолько должна быть логистика практически недоступная. А Чингисхан всего стоит 150 тысяч? У него, мы знаем, что у него было там все перечислены, 101 тысяча, там все темники перечислены. Но не факт, что у него в тьме там было именно 10 тысяч ровно. Во-первых, это все, кто у него был под рукой. Кто-то в Китае воевал, кто-то в это время в Сибири воевал. Кто-то, естественно, орду охранял. Он же не мог всех собрать и отправить их всех. Это красиво, с женами, с детьми, со стадами, как у Яна, в последнем море. 200-тысячная орда, Батыя двигается. Но мы сейчас понимаем, что это нереально, что первые, кто идет, они всю траву съедят. А дальше мертвые? Первые 5 тысяч. Да. Остальные 195 тысяч. Чем питаются, непонятно. Поэтому уже по-другому мы смотрим на некоторые вот такие сообщения. Это где-то преувеличение, где-то это образ, который был... Где-то это штампы, которые были приняты в то время. Гипертрофию увеличивает, да, там, скажем? Нет. Почему? Просто это определенные термины. Я собрал в войско 3 сана и двинул поход на Бухару. Мы переводим сана, это 10 тысяч. Значит, он 30 тысяч собрал. А он имел в виду, может, я 3 корпуса собрал. А в этом корпусе, может, не 10 тысяч, а 5 или 6. Или 3. Просто вот я, Кунграды должны 10 тысяч выставить. Но я им сказал, вот, отправьте воинов. Полторы тысячи, ну, хорош. Но я пишу, что это Кунградский санк. Да. Говорю. Это у меня сам Кунград, а сам Кипчаков, сам Барласов. Все. И записываю. Три сана. Все. 30 тысяч. А на самом деле их, может, 5 или 6. То есть, это нормальное войско, которое управляемое, которое можно прокормить, качественное. Я им сказал, потому что, самых хороших отправить. Организовать все. Да, организовать. Расставить правильно. Есть Батыр, который тяжело вооруженный. И как среднее соотношение. И вместе с ним еще из его аула еще три человека, которые одеты поплоше немножко. Но у них и задача другая. Они, во-первых, учатся. Во-вторых, как это, легкое войско, лучники. Ну, и еще и мой статус подтверждает, как Батыра. И вот мы должны выставить 10 человек, ну, вот мы четвером пришли. Так как оружейники рыбцарь. Ну, я за пятерых. Вот так вот. Да, то есть, мы уже немножко по-другому на это смотрим, немножко по-другому видим. Мы считаем сегодня, мы благодаря развитию естественных наук, мы знаем, например, какая территория может прокормить какое количество скота. Это легко просчитать. Да, ну, сейчас тем более мы знаем, благодаря развитию, скажем, сельскохозяйственной науки, мы знаем, какие там травы, какую кормовую ценность имеют, например, да. Благодаря развитию ботаники мы знаем, причем мы же знаем историю ботаники, то есть мы знаем периоды увлажнения, усыхания степей. Ботаники по пыльце установили, что в этом регионе в таком-то веке был более сухой климат. Там, например, где сейчас клевер растет, там раньше ковыль рос. Или наоборот. И можем сказать, вы знаете, в 1253 году вот здесь, ну, не могло 5000 войска прокормиться. Все. Такие исследования, кстати, есть. Вот по, скажем, крымским набегам на Руссию я недавно читал исследования, где именно опирались именно на такие методы. Говорили, да, это красиво, что там Девлет-Кирей там привел 100 тысяч татар, но, во-первых, там вообще мужчин 100 тысяч не было. Не было. Во-вторых, на этой территории невозможно прокормить 100 тысячное войско. В лучшем случае было полторы-две тысячи. Да, ну, звучит так, как 100 тысяч, звучит солиднее. Игорь-то, и дальше уже все понятно, сразу логически становятся понятны все действия. Там, действия одной стороны, действия другой стороны, потери, которые были. Они становятся понятны, если мы применим надежные, проверенные, научные методы. А не просто будем идти на поводу письменного источника. Все верно. То есть есть математика, а есть математика-историка, да? Да, есть биология, есть физика, есть химия, есть, я не знаю, математика. Есть очень хорошие сейчас методы IT-исследования, применения новых технологий. Чем и надо пользоваться. Так, ну и по семитомнику давайте, наверное, завершим. Когда у нас будут результаты? Первые результаты промежуточные, конечные. Вот рукописи мы планируем в этом году все-таки какую-то вот болванку подготовить. Первый кирпич. Да, первый кирпич. Будет работа редакторов, будет работа рецензентов. Я по краткой истории, я сразу скажу, да, что в этом году мы планируем работу завершить основную. Сейчас уже с рецензентами мы работаем. Которая планируется на английском, да? Да, да, безусловно, она будет и на русском, и на казахском. Ну, естественно. Вот, но в основном она ориентирована, конечно, на аудиторию зарубежную. Хотя, думаю, что и наша аудитория будет интересна. Семитомник будет чуть-чуть позже. Вот, в этом году основные вот какие-то первоначальные болванки, я думаю, надеюсь, будут. Вот, но еще как минимум год нужен на рецензирование редакторской работы. Потому что очень ответственный, серьезный труд. Идут разговоры о том, что может не торопиться, действительно, на пять лет растянуть проект. Ну, я так думаю, что тома какие-то по переготовности будут выходить. Вот, я планирую, что первые какие-то тома, я так думаю, да, не знаю, уже там коллеги, не только же наш институт работает. Там несколько научных учреждений работает. По-моему, если не отшивай, порядка 130 специалистов работает. Основной у нас институт истории и этнологии имени Валиханова. Вот стыковедение, по-моему, в теме. Ну, они... Археология. Институт Валиханова на себя вот организационную работу всю взял. Модератор. Да, да. Наверное, вот в конце следующего года первые какие-то результаты будут серьезные. Я просто не хочу вперед забегать. Это как раз тот случай, когда сильно торопиться нельзя. Надо качественно. Ну, чтобы хотя бы видеть какую-то проекцию, когда мы можем уже с чем-то познакомиться. Соответственно, вот... Ну, вот по общей концепции первые результаты вот в конце этого года будут. Отлично. По общей концепции. То есть мы сможем историческому сообществу сказать, какой мы видим модель репрезентации, отражения истории национальной. Вот именно как консенсус вот среди историков. Понятно, что не все историки могут согласиться с этой моделью. Но то, что мы предлагаем именно для основы формирования исторического сознания нашей нации. Ну, вот концептуально там будут эти моменты, которые были отражены вот в статье Ельбасе Рухани Жан-Вару. Семь грани великой степи, то есть вот садническая культура, то есть обращение к каким-то цивилизационным истокам. Да, да. Некоторые горячие головы говорят, нет, нет, казахи, шумеры-казахи, там, деревне египтяне казахи. Ну, замахнулись. Да. Да, само собой, конечно, никаких научных оснований для этого нет, поэтому превращались в такой, ну, мем там, анекдот. Вот, поэтому нам надо от этого уйти, а то, что действительно реально существует, это существует цивилизационное единство. Вот, в Великой степи, для того, чтобы... Вот его можно показать глубоко, да. Его можно показать, да. Понятно, что цивилизационная теория, она тоже имеет много недостатков, и критикующих ее тоже очень много. Но здесь, опять-таки, у нас тоже искусство возможного. Вот, у нас есть несколько теорий, и мы понимаем, что... Каждая теория, нельзя говорить, какая-то теория неправильная, какая-то правильная. Каждая теория, она отвечает на те задачи, которые были поставлены перед исследователем. Марксизм тоже имеет право на существование. Там, где мы изучаем именно, там, предположим, классовую борьбу, которая, безусловно, существовала где-то, там, в Европе, когда мы, скажем, обсуждаем экономическую историю 19 века, начала 20 века, там марксизм имеет право на существование. Ну, и этот принцип классовую борьбу потом к нам перенесли. Да, но его нельзя автоматически к нам переносить, потому что у нас не было этого. Попытки марксизм перенести для объяснения истории средних веков потерпел неудачу. Точно так же мирсистемная теория, например, некоторые наши коллеги говорят, ой, давайте мирсистемную теорию применим, значит, и так далее. Я говорю, да, мирсистемная теория что-то объясняет, что-то не объясняет, но для нас это вредно. Мы не можем мирсистемную теорию положить как основу изучения истории в школе, потому что мирсистемная теория четко и недвусмысленно говорит, что центр современной мирсистемы – это Соединенные Штаты Америки, а все остальное – периферия. ему периферии и вокруг него вертимся конечно понятно что валер стайн разрабатывал поэтому великобритании и сша это центр мир системам и нет но я категорически против того чтобы детям объяснять что мы периферии мировой цивилизации как мы воспитаем так как вы ущерб комплекс неполноценности поэтому мы выбираем из тех теорий они все они все верны в каком-то вот именно своем направлении то есть относительно тех задач которые следует не ставит каждая теория имеет право на своей концепции мы должны выбрать ту теорию которая отвечает нашим задачам формирования исторического сознания преодоление комплекса неполноценности и уважение к национальной истории я считаю что цивилизационная теория больше подходит при всех своих недостатках всех кто меня упрекает в том что цивилизационная теория потеряла свою актуальность что она была там в начале двадцатого века придуманная все это прекрасно понимаю есть новое понимание цивилизационной мы уже не идем по следам то инге но для сегодня для популяризации нашей национальной истории для построения моделей национальной истории вот этот цивилизационная теория подходит больше все то что нам надо и нам надо обосновать существование который мы все видим реально она существует но теоретически необоснованно еще это цивилизация великой степи у нас есть тюрко-монгольская цивилизация у нас есть просто золотардынская цивилизация у нас есть киевская цивилизация это тоже все как бы это надо ли не да надо просто сесть и это все свести потому что это локальные формы одной и той же цивилизации вот вот одно и той же великой степной цивилизации древний древний она началась с всаднической культуры она началась с того времени как в батайе а а домашней ли лошадь пусть батайская лошадь это не предок современной лошади статья вышла в американском журнале и начали у нас все вот значит казахстанский историки ерундой занимались батай тут не причем статья была о том что современная лошадь батайская лошадь не является предком современной лошади современная лошадь домашняя ее предок был печерноморье домашним с этим никто не спорит и раньше не спорили батайцы первыми все равно домашнили лошадь до другой вид но они одомашнили ее они ее и пользовались они научили пользоваться ею соседей они создали вот эту цивилизацию и на за крайне западной окраине этой цивилизации где-то на северном кавказе или в причерном или в западном казахстане или приурале мы не знаем точно но где-то на западной другой вид дикой лошади одомашнили пользуясь теми наработками которые уже методами которыми были методы и эта лошадь по своим качеством оказалось более пригодной для одомашнения она оказалась более выносливо или для разведения для разведения да потому что все таки батайская лошадь это лошадь прижевать склада до меня одомашнивать более дикой и все и эта лошадь начала распространяться более покладисто более хорош те же батайцы потом пересели и стали дальше известны как андроновцы как там сказаки скифы сармата и так далее далее и вот дошли до современных казахов недавно англичане очень хорошие провели исследование чеддерский человек так называемый нашли значит 10 10 щелетия до нашей эры примерно вот череп так восстановили его применили очень много методов интересных генетических это был человек с черной кожей с голубыми глазами темными волосами вьющимися выявили выяснили его днк митоход реальный днк начали ну интересно стало рядом деревне вот это вот начали изучать днк нашли трех человек который является прямыми потомками на протяжении 700 поколений десять тысяч лет вот это не англичанин мы понимаем да он не говорил на английском языке вот этот вот чеддерский но предок да но не является предком там один учитель значит прямо прямым предками является и по митохондриальной днк и по y хромосоме вот этого вот чеддерского человека он был черным он не говорил на английском языке но вот он предок этого англичанин то точно так же вот эти батайцы мы просто такой на сегодняшний такой работа не провели это очень сложно это любой генетический анализ это большие деньги но думаю будет проведена такая работа да мы мигранты очень много среди нас которые пришли на территорию казахстана чьи-то предки 10 тысяч лет назад чита предки 2000 это же это предки пришли тысячу лет назад в эту степь и стали чего сегодня казахами но я уверен что среди казахов живущих в акмолинской области есть прямые потомки вот этих батайцев которые несмотря ни на какие перипетии которые вокруг происходили да они жили они здесь же кочевали куда-то не ходили возвращались да они говорили может быть на каком финно-угорском языке потом вот вполне возможно на перешли там на какой-то там диалектом индоиранского потом начали говорить на тюркском языке в конце концов стали казахами брали брали жен изменялись внешне вот как вот с этим чедерским человеком насколько там есть еще в сети фотографии от насколько они разные но это вот одна генетическая линия было очень хорошее исследование по мадьярам среди органов тургайских венгры проводили и говорят вы знаете с венграми вообще ничего общего но соседи нами стопроцентное попадание ничего себе ведь это аланы это сарматы которые как жили в тургайской степи так и живут дальше то есть они были сарматами потом они стали тюрками возможно они были печенегами потом они стали кипчаками потом они стали татарами 92 племенными узбеками в конце концов они стали казахами органами но вот эта линия непрерывно динка не обманешь сохранилась то есть и среди нас это есть мы должны вот это показать мы наследники этой цивилизации пусть мы не назывались казахами возможно мы даже не по тюркски когда-то нигде не говорили да возможно да но мы даже возможно мой предок когда-то там не в 13 веке может даже в семнадцатом пришел может он калмыкам был в плен попал потом был усыновлен и стал потом казахом я тоже наследник этой цивилизации это все мои об этом надо говорить она разная она менялась внешне она менялась содержательно они были когда-то тингрянцами потом они приняли ислам они перешли на тюркский язык там кто-то пришел с чингисханом говорю по-монгольски вот кто-то говорил на уйгурском там диалекте тюркска они все перешли на кипчахский язык они искренне все считают себя казахами и если ты скажешь что он не газа будешь проклят навеки потому что самосознание сформировалась общее да и мы все наследники вот этой вот степной цивилизации ну давайте подведем итог поэтому поэтому мы будем теперь рассматривать историю не как историю территории мы будем выходить за ее рамки потому что нынешняя территория это продукт 20 века политики без освещения того что например средние века происходило западу от волги или к востоку от алтайских гор мы не поймем невозможно невозможно во первых во вторых мы дефрагментируем историю то есть там тюрки тюрдеши карлуки это не разные государства это смена династии внутри одного вот правильно правильно государство обуха и рынок не отдельное государство когда жахал что это не отдельный весна это смена династии внутри одного государства казахское ханство это левое крыло у нас от жучи казахским ханством его назвали современные историки да то есть вот эти принципы мы хотим заложить на сегодняшний и алаш является попыткой восстановление вот этой вот цивилизации великой степи на новом совершенно уровне то есть мы прошли один уровень до до мусульманский но исламский уровень эта цивилизация пережила она пережила исламский период своей истории начиная с караханидов постепенно исламизации конечно же золотая орда это несколько прямо как правильно один из политиков сказал это вот наша римская империя как для западной европы римской империи так для нас золотая орда правильно хорошее сравнение и в двадцатом веке мы вышли на новые там это мы опять воссоздаем восстанавливаем цивилизацию великой степи но уже на новом уровне модернизированном не только мы это пытается делать монголия надо не забывать о том что они тоже наследники великой степи какое-то время мы закономер да в пост ордынское время мы просто пошли двумя разными цивилизационными путями все кто жил к западу от алтая перешли на тюркский язык приняли ислам все кто жил к востоку от алтая перешли на монгольский язык и приняли буддизм и мы стали строить теперь два варианта степной цивилизации буддийско-монгольский и тюрко-мусульманский вот два ярких представителя казахии ну история на такая штука что она поворачивается самим неожиданным образом ирка нам уже от души хотел бы поблагодарить вас за такую прекрасную лекцию за замечательную встречу пожелать вам вашему творческому научному коллективу успехов скорейшей реализации и завершение этих проектов главное чтобы все было научно обосновано вот без то есть разрушая все эти фейки стереотипы сложившиеся на протяжении долгих лет вот и от себя хочу сказать что портал истории казахстана всегда открыт для таких встреч для такого диалога как площадка для дальнейшего кота научного исторического роста большое вам спасибо спасибо вам а